Здравствуйте, в студии Олег Хилл с выпуском самых актуальных новостей в Великобритании на пятницу 15 декабря. Но на самом-то деле не все так плохо. Скоро Новый Год, а там уже и до лета недалеко, поэтому давайте быстренько узнаем у нашего Дедушки Мороза, что там в Британии с газетами. Ведь Дед Мороз сейчас находится в Англии и в курсе всех британских новостей. А связаться с Дедом Морозом можно через страничку Facebook Дед Мороз в Англии или Дед Мороз UK. А теперь о газетных заголовках. Похитители Алекса гуляют на свободе и Хамас планирует убивать евреев в Европе. Это основные две темы. Ряд пятничных газет, в том числе газета Метро, сообщают об обнаружении пропавшего Алекса Бетти во Франции. В последний раз 17-летнего парня видели 6 лет назад, когда его мать и дедушка, ни один из которых не имел законной опеки над ним, взяли школьника на каникулы в Испанию и с тех пор о нем ничего не было слышно. Газета Daily Mirror сегодня приводит ту же историю, написав, что подросток утверждает, что его похитила мать и отвезла в испанскую коммунну. Газета Daily Mail тоже фокусирует свое внимание на деле Алекса Бетти, утверждая, что 17-летний подросток был найден водителем после того, как сделал отчаянную попытку убежать через Пиренеи. Фотография Алекса Бетти незадолго до его исчезновения появилась также на первой полосе газеты Daily Express. Газета сосредоточена на пропавшей матери троих детей, Гейнер Лорд, которую в последний раз видели в Норвиче в прошлую пятницу, а также двух телефонных звонках, которые она сделала другу за несколько часов до своего исчезновения. Также ряд пятничных, простите, первых полос, в том числе Daily Telegraph, посвящены предполагаемому заговору Хамаса с целью убийства евреев в Европе. В газете говорится, что планы трансграничных нападений на Западе сигнализируют об изменении тактики террористической группировки. Также газета публикует статью, основанную на утверждениях Лорда Мандельсона о том, что Тони Блэр запретил охоту на лис после того, как лейбористы получили пожертвования в размере миллиона фунтов от группы по защите прав животных. Пресс-секретарь бывшего премьер-министра заявил, что комментарии Лорда Мандельсона были неверной интерпретацией того, что было сказано, и такого соглашения на самом-то деле не было. Газета Times также публикует статью о предполагаемом заговоре Хамаса на своем фронте, но приводит к приведенному ею исследованию, утверждая, что табачные компании финансировали научные работы о вейпинге, которые преуменьшают риски для детей в рамках тайной лоббистской кампании по увеличению продаж электронных сигарет и препятствию мерам общественного здравоохранения. Об этом мы поговорим дальше в выпуске. Газета Guardian сегодня обращает свое внимание на Украине, независимо от того, что они сняли украинский флажок со своей первой страницы уже давно. Они сегодня фокусируют свое внимание на городе Авдеевка, который российская армия пытается захватить, как они пишут, уже два месяца. Один украинский солдат, обороняющий город на востоке страны, сказал, что российские командиры используют свой личный состав как живое мясо, но защитники города обещают стоять до конца. Газета отмечает, что в пространном обращении к прессе в четверг Владимир Путин заявил, что мира не будет, пока Россия не достигнет своих целей, в то время как в Киеве опасаются продолжающейся финансовой поддержки со стороны Запада. Имеется в виду то, что поддержка заканчивается. Но об этом тоже поговорим позже в выпуске. Второй день подряд газета i лидирует по процентным ставкам, сосредоточившись на предупреждении Банка Англии о том, что им, возможно, придется повысить эти ставки в следующем году, чтобы снизить инфляцию после того, как в четверг они удерживались на уровне 5,25%. И это уже происходит третий месяц подряд. Объявленная как эксклюзивная запись этого утра, газета Sun сообщает, что Бен Шепард и Кэт Дилли настроены на большие деньги в качестве новых лиц утренней программы, заменив Филиппа Шофилда и Холли Уиллоби. В отличие от других первых полос, газета Daily Star на своей волне. И они утверждают, что химические вещества в ваших диванах могут оказывать пагубное влияние на IQ людей. Ну, у меня есть только одна мысль. Если вы слишком долго сидите на диване перед телевизором, то вы, благодаря этим химическим веществам, судя по всему, становитесь диванным аналитиком. Ну, а теперь давайте посмотрим, что находится внутри газет, о чем пишут газеты сегодня. Газета Sun является одной из нескольких газет, которые сообщают о том, что доступ к социальным сетям для лиц младше 16 лет может быть заблокирован в соответствии с предложениями, рассматриваемыми Риши Сунаком. В этом предложении говорится, что министры рассматривают вопрос о том, как бороться с потенциальным вредом для детей от социальных сетей, таких как Инстаграм и ТикТок. В сообщении Bloomberg говорится, что рассматривается возможность запрета, а вот газета Daily Star называет эту идею абсолютно радикальной. Газета Daily Telegraph сообщает, что планы по введению ограничений находятся пока что на ранней стадии, но цитирует источник правительства, который сказал, что министры ищут способы расширить возможности запрета соцсетей, и чтобы в этом участвовали родители. Но, насколько я знаю, детям не помеха поставить другой возраст для того, чтобы зарегистрироваться в какой-то социальной сети. На первой странице газеты I и в целом в газете говорится о том, что начало переговоров о членстве в ЕС является победой Украины. Но победа почему-то взята в кавычки. Газета Times также сообщает, что Украина сейчас находится на пути к вступлению в ЕС после значительного сдвига со стороны Венгрии. Но также отмечает, что есть вопрос о том, насколько серьезно Европейский Союз относится к членству Украины. Газета называет предложение о переговорах тактическим. В редакционной статье газеты Sun содержится призыв к западным странам сохранять верность в поддержке Украины. А газета Guardian публикует репортаж из Авдеевки, которая расположена недалеко от линии фронта на Украине с мрачным описанием сражений, которые ведутся, пока дипломаты обсуждают денежные вопросы. «У нас достаточно сил для защиты от нападения», говорит один из украинских командиров. «Но если русские продолжат наступать, нам понадобится гораздо больше сил». Ну, вступление в ЕС обсуждается уже около 10 лет, наверное, и до сих пор стоит на месте, насколько я знаю. Газета Times обвиняет табачной компании в тайной лоббистской кампании по увеличению продаж электронных сигарет, заявляя, что фирмы финансировали научные работы по вейпингу, которые преуменьшают риски, возможные для детей. В заявлении говорится, что расследование показало, что исследования, финансируемые за счет табачных денег, затем были выдвинуты в качестве доказательств предположительно независимыми группами активистов, которые также финансируются фирмами, производящими вейпинг. Правительство консультируется о том, как бороться с ростом вейпинга среди молодежи, включая новые налоги или потенциальное ограничение продаж одноразовых электронных сигарет. Также «Таймс» сообщает, что компании хотят заблокировать эти меры. Одна фирма, «Филипс Моррис», сообщила газете, что лучший вариант вообще не начинать курить, но важно предложить людям менее вредные способы потребления никотина. После вопроса от такого молодого человека я бы сам, наверное, отказался от курения. Но идем дальше. Несколько газет сообщают об арестах, которые произведены были в Германии и Нидерландах вчера в связи с тем, что газета «Гардиан» называет террористическим заговором Хамас. Прокуроры говорят, что план состоял в том, чтобы атаковать еврейские учреждения. Газета «Телеграф» цитирует представителя Community Security Trust, который защищает еврейские общины в Великобритании, который сказал, что было бы крайне тревожно, если бы Хамас изменил свою политику и теперь планирует акты за пределами Ближнего Востока. Ну, акты имеются в виду террористические акты. Так что, да, нигде не спокойно, не только из-за хулиганов. А вот теперь, благодаря нашим подписчикам, мы узнали очень интересную информацию для тех, кто пытается перевести деньги из Британии в Россию или наоборот, ну или в целом провести какие-либо расчеты денежные с Россией. Британское управление по осуществлению финансовых санкций ОФСИ выдало временную лицензию, разрешающую проводить платежи через Сбербанк или получать платежи от него, за исключением платежей в фунтах-стерлингах. Эта лицензия действует с 15 по 22 декабря этого года. Также лицензия разрешает платежи через вновь попавший под санкции банк, финансовую организацию, которая может оказаться под санкциями в период с 13 декабря. Не ясно, имеется ли в виду какой-то конкретный банк или этот пункт носит только условный характер. Но в любом случае, как мы знаем, Великобритания ввела запрет на корреспондентские счета Сбербанка в фунтах с 1 марта 2022 года, полноценно блокирующие санкции с 6 апреля. Но у Сбербанка есть дочка, дочерний сервис Великобритании, это Сбербанк СИБ, находящийся под внешним управлением. И он находится в процессе сворачивания операций. В любом случае, если Британия разрешила на эту неделю дать возможность делать какие-то операции между Сбербанком и Британией именно на неделю, то значит кому-то очень срочно понадобились очень большие суммы денег. Но вы можете попробовать перевести или сделать какую-то оплату через Сбербанк и заодно написать в комментариях, получилось у вас это или нет. Возвращаясь к проблемам с мигрантами. Один человек погиб, а другой находится в критическом состоянии после того, как лодка с мигрантами затонула при пересечении английского пролива. Об этом сообщила французская береговая охрана, как всегда, назвав английский пролив Ла-Маншем. На борту лодки, замеченной примерно в пяти милях от берега, около полперого ночи по местному времени, в пятницу находилось не менее 66 человек. А спасательные суда достигли этой лодки примерно через 30 минут и обнаружили людей в воде. Один человек на борту был объявлен мертвым. Еще один был доставлен вертолетом в больницу Кале в критическом состоянии. 66 были спасены. Морские и воздушные поиски до сих пор продолжаются. И эта очередная ужасная и, в принципе, предотвратимая трагедия показывает необходимость создания безопасных маршрутов для мигрантов. Об этом заявил Refugee Council. Но, учитывая все возможные средства, которыми Британия пытается перекрыть эти нелегальные пути для попадания в страну, я думаю, что никаких легальных путей точно для них не будет. Немножко криминальной хроники из Лондона. Магазин фототехники в Западном Лондоне был вынужден запереть весь товар в металлическую клетку из-за роста магазинных краж и двух случаев пролома витрин автомобилями, в результате которых было покищено оборудование на сумму около 70 тысяч фунтов. Владелец магазина, который существует более 50 лет в престижном районе, в дорогом, вы знаете, район Чизик, обвиняет в этих преступлениях организованные преступные группировки, которые все чаще атакуют именно этот район. Он раскритиковал полицию как бесполезную. Реакция полиции на проломы витрин была очень медленной и, в принципе, безрезультатной. По словам владельца, ситуация, с которой сталкиваются в настоящее время предприниматели, является худшей за все время. Воры становятся все более дерзкими, нацеливаясь на магазины после пандемии. Он был вынужден теперь самостоятельно предпринять меры предрасторожности, как вы видите на этой фотографии, для того, чтобы воры выбирали более легкие цели. То есть, владельцы-то все равно, какой магазин, кроме его, будут грабить. И вся эта информация приходит на фоне тревожного роста случаев магазинных краж в Британии. Число таких инцидентов выросло на 25% только за последний год, а в Лондоне зафиксировано больше всего правонарушений в стране. Регулятор электроэнергии Великобритании ОФДЖМ представил планы по повышению ценового лимита на энергию с апреля следующего года. Это позволит поставщикам компенсировать долги в размере почти 3 миллиардов фунтов от клиентов, которые не способны оплачивать счета. ОФДЖМ заявили, что хотят, чтобы энергетические компании использовали дополнительное финансирование для поддержки нуждающихся клиентов и списания безнадежных долгов. Предлагается одноразовая корректировка ценового лимита на 16 фунтов, что эквивалентно примерно фунт 33 в месяц, которая будет взиматься с апреля 2024 года по марта 2025 года. Это позволит обеспечить справедливое возмещение затрат без ущемления какой-либо конкретной группы клиентов, заявили в ОФДЖМ. Дополнительные средства пойдут на поддержку тех, кто борется с трудностями. Ну, имеются в виду финансовые трудности. Есть и хорошие новости. Те, кто получает пособие универсальный кредит, могут получить бесплатную финансовую помощь до 1000 фунтов на Рождество в этом году, для того, чтобы оплатить свои счета. Это включает в себя скидки на коммунальные платежи, продуктовые ваучеры из Фонда поддержки домашних хозяйств, 150 фунтов скидки на оплату энергии через программу «Теплый дом» и денежные гранты на покрытие расходов на жилье. Поддержку такого плана не нужно возвращать. Многие попросту упускают деньги, на которые имеют право, а специальные калькуляторы пособий могут помочь людям проверить, имеют ли они право на дополнительную поддержку. Подача заявки на снижение муниципального налога и проверка местных программ Фонда поддержки домашних хозяйств – это хорошее начало для того, чтобы закончить этот год. В статье газеты «САН» приводятся советы о том, как именно определить свое право на получение дополнительной финансовой помощи и как именно подать заявку. Король Чарльз наймет нового телефонного оператора в Букингемский дворец с зарплатой 26 тысяч фунтов в год. Этот сотрудник будет помогать отвечать на 4 тысячи телефонных звонков в неделю. Работа будет полный рабочий день в Лондоне. Зарплата на 26% выше, чем была в 2016 году при Королеве Елизавете II, хотя тогда звонков было почти вдвое больше – 7 тысяч в неделю. От кандидатов требуется предыдущий опыт работы на коммутаторе или ресепшн. Также нужны базовые компьютерные навыки и умение уверенно и профессионально общаться. Работа по выходным обязательно. Время работы с 8 утра до 10 вечера. Также есть ряд льгот для этой должности, включая бесплатные обеды. И пенсионный план со взносом работодателя в 15%. Прием заявок заканчивается 2 января. Торопитесь, если вы сидите без работы и у вас есть опыт работы на коммутаторе, где-то в колл-центре, например. Если вы звонили и представлялись работником банка, мало ли. Ну, в любом случае, вакансия пока что открыта. Единственное, что неясно, что же случилось с предыдущим телефонным оператором. Об этом не сообщается. Ну, а сейчас давайте перейдем к прогнозу погоды с Игорем Павловым. Доброго, бодрого и светлого утра, дорогие друзья! Сегодняшний прогноз погоды – настоящий позитив, как новость о мальчике, которого нашли спустя 6 лет. Главный метеоролог Гленстон извиняется за отсутствие снега на Рождество. Но знаете ли, пацаны не извиняются. А наша облачность сегодня решительно шефствует по всей стране. Словно группа фэшн-моделей на подиуме. Снега, правда, пока бесплатного не видно. Но зато обещанные переменчивые облака и даже солнечные просветы. Так что, если вы утром видите, как солнце выглядывает из-за облаков, не стесняйтесь подмигнуть ему, ведь даже в небесах любят комплименты. Температура сегодня будет подниматься к уровню 10 градусов. Это как раз та температура, при которой вы можете снова достать осенние вещи из шкафа. В субботу снова та же история с погодой, что и сегодня. Только в северо-западной части Шотландии будет идти дождь. Так что, друзья, если у вас там пасутся овечки на полях, на всякий случай выложите им плавательные нарукавники. Вдруг им придется сделать несколько славных движений по полям. И теперь самое важное. Во-первых, хороших вам выходных. Во-вторых, заходите к нам через две недели на концерты, которые пройдут в городе Хул 29 декабря и в городе Лестер 30 декабря. Обещаем, будет горячо, как в вашем чайнике после этой невероятной погоды. Всем добра, уютных выходных и солнечного настроения. Спасибо, Игорь. Да, две недели подождать. Там и Новый год. Но, оказывается, еще и какие-то концерты в городе Хул. Ну, а я с вами на сегодня прощаюсь. И прощаюсь на эту неделю. Вполне возможно, что завтра мы встретимся в новом выпуске «Что это было». Ну, а за ссылочку на сериал «Слово пацана» тоже, Игорь, спасибо. Не забывайте, что по субботам у меня выходит программа на радио, где я рассказываю про фильмы, про сериалы и тому подобное. Ссылочки на все это вы можете найти в описании этого видео. И, в общем, потыкайте по разным кнопочкам. И не забудьте нажать на те кнопки, которые ведут на подписку на наш канал. Всего вам доброго. В студии был Олег Хил. Встречу с вами в следующем выпуске.